всех приветствую дорогие друзья вы вновь на канале седой инвестор сегодня будем разбирать всю прошлую неделю а именно что происходило с криптовалютным рынком ролик будет максимально короткий но при этом не менее информативный поэтому заваривать чайок присаживайся поудобней я тебе сейчас все расскажу на этой неделе котировки первые криптовалюты опускались ниже отметки 26 тысяч долларов эксперты связали это с продажей биткоинов spacex илона маска кризисом китайского застройщика evergreen и распродажи крупного участника рынка на момент написания данного ролика bitcoin торгуется на уровне около 26 тысяч долларов не менее важный факт то что все цифровые активы и стоп-10 по капитализации завершили неделю красной зоне больше всех пострадал дочь коин минус 16 процентов и xrp минус 14 с половиной процентов общая совокупная капитализация криптовалютного рынка 1.1 триллионов долларов индекс доминирования биткоина 49 процентов скажу лично от себя друзья я вас каждый день предупреждал о том то что проливы еще будут медвежка не закончилась и всегда после каждой покупки оставляете часть свободного фиата 10 но лучше всего 20 процентов волатильность к сожалению криптовалютном рынке сейчас очень маленькая ликвидность также падает объема собственно нет поэтому никогда не знаешь когда начнется бычий разворот рынка ну и как бы если вы откроете историю биткоина то заметите перед халвингом bitcoin всегда очень сильно падает поэтому друзья мои не лезьте на фьючи не открывайте вы короткие сделки не пытайтесь заработать как можно быстрее медвежка вам предоставляет время которое вы можете потратить на изучение технического анализа чтобы в будущем уже понимать как работает краткосрочные сделки а пока что рекомендую усредняться оставлять всегда свободный фиат опять же скажу и не заходить на всю котлету единоразово токен сей появился на байнерс coinbase и хобби крупнейший биткоин бирже включая байнерс coinbase и хобби провели листинг токена проекта сей согласно от экономики проекта объем монет в обращении составляет 1.8 миллиардов при общей миссии в 10 миллиардов параллельно с листингом представители сей объявили о проведении настоящего кросс чейн эрдропа но к сожалению в сообществе остались недовольны скромными наградами на вознаграждение платформа выделила всего лишь три процента от общей миссии 300 миллионов сей да на самом деле очень смешно заявлять о том то что у нас как бы будет эрдроп ребят давайте-ка участвуем на самом деле там такие сущие копейки давали даже моем открытом телеграм-канале кстати подпишись на него мы обсуждали эту тему и были заданы вопросы участникам сколько ребята вам предоставили токенов сей я получал постоянно один ответ до одного это один токен это большая редкость эрдроп был проведен с целью рекламы проекта не больше вот были времена когда на при сейлах аирдропах на бирже хобби мы зарабатывали по 1000 по полторы тысячи долларов до были такие моменты но это к сожалению было на бычке опять же почему да очень просто ликвидность гигантская объемы гигантские и разработчики соответственно могут вкладывать больше денег для того чтобы привлечь больше инвесторов но на медвежке такое конечно же не ожидается поэтому в принципе когда происходил этот листинг это особо не суетился даже а за аэродропом тем более кстати то же самое касается байсов и панкейк на прошлой бычке а из всего давали кстати там по 200 по 300 долларов можно было выхватить но сейчас во время медвежки каждое айсио дает ну максимум 15-20 баксов ждем бычку в европе запустили первый спотовый bitcoin и ты и британская компания jacob assets management запустила 1 в европе торгуемый на бирже фонд на биткоин базе инструмент получил листинг на евронекс амстердам под тикером bitcoin продукт регулируется комиссии по финансовым услугам гэрнси за якобы ft will share bitcoin и тф позиционируется как первый фонд цифровых активов соответствующей статье 8 с fdr благодаря стратегии декарбонизации в инструмент встроено решение для сертификации возобновляемых источников энергии она позволяет институциональным инвесторам получить доступ к преимуществам биткоина одновременно достигает целей и sg bitcoin и тф это торгуемый на бирже фонд который входит только bitcoin покупая доли такого фонда инвесторы могут зарабатывать на росте курса криптовалюты помните как все ждали когда же институционалы начнут вкладывать bitcoin но собственно вот все идет к этому и кстати опять же подготовка к бычьему циклу перед халвингом биткоина соучредитель и глава отдела исследования dlp digital кевин келли увидел признаки раннего бычьего ралли на текущем рынке цифровых активов по его словам стандартный криптоцикл начинается когда биткоин достигает исторического максимума за которым следует просадка на 80 процентов примерно через два года он восстанавливается до своего предыдущего а т.к. и продолжает рост до нового те кто не в курсе а то аж это аббревиатура all-time high если еще проще это максимум за все время такая последовательность длится примерно четыре года что касается данного заявления но мне всегда было интересно что же за такой финансовый аналитик который может прям со стопроцентной вероятностью говорить о том что вот раньше было так и сейчас будет также блин но но лично мне кажется она так не работает да возможно история повторяется но не факту что повторится снова сейчас нужно быть готовым ко всему даже к тому что после халвинга bitcoin не вырастет я не понимаю каким образом можно зарабатывать не высчитывая все потенциальные риски пока сейчас рынок дает зарабатывать в средний срок нужно этим пользоваться благодаря этому я и создал свой проект по заработку а именно закрытый чат подключив доступ к данному проекту ты будешь получать на постоянной основе списке среднесрочных активов которые по моему личному мнению являются самыми перспективными на сегодняшний день более подробную информацию найдешь в описании ролика но самое главное переходи только через официальные ссылки ни в коем случае не отвечай в телеграм-канале если тебе пишут от моего имени знай это не я я никогда не пишу первый ну и как бы у меня есть свой личный способ верификации вы просто задаете мне вопрос а я с помощью видеосообщения на него отвечаю голос вы мы знаете и лицо вы мое также знаете поэтому в принципе все просто но теперь давайте дальше разбираться что происходило на прошлой неделе экс-сотрудник сек исключил одобрение спотового биткоина и те комиссия не одобрит спотовый биржевой фонд на базе цифрового золота по целому ряду веских причин к такому выводу пришел бывший юрист ведомства джон рик старк по его мнению ситуацию может изменить победа представители от республиканской партии на президентских выборах в этом случае агентство станет намного дружелюбнее к индустрии все мы прекрасно знаем как сек недолюбливает все это криптовалютное движение хочет полностью запретить всей душой я желаю чтобы у них этого не получилось да и в принципе мы сейчас за всем этим наблюдаем xrp у них не удалось взять под свой контроль и установить ее как ценную бумагу биржу байнс тоже душили душили ничего к сожалению с ней не сделали все что получается это уничтожать свои же банки сооснователь трон джастин сан назвал себя сторонником биткоина и сообщил об удержании более 100 тысяч биткоинов на данный момент это составляет примерно 2.6 миллиардов долларов он также обратил внимание что общая сумма собранных за 2022 год комиссий в сети трон была выше чем в блокчейне цифрового золота кстати вот пожалуйста человек пытается как-то сохранить свои средства таким способом он диверсифицирует свой фиат в наиболее безопасный актив меня очень удивляют комментарии когда пишут какой смысл мне покупать bitcoin когда он может дать всего лишь 10 иксов вдумайтесь людям уже и этого мало и именно эти люди ничего не заработают потому что они бегают за халявой это как к мышке привязать за спину палочку сыром и она будет бесконечно бегать за ним вроде бы халява близко но недосягаемо то же самое здесь пока вы не начнете думать к сожалению ничего не получится 10 иксов мало это да вы попробуйте на альткойнах столько поднять я тут копейки считаю от 60 процентов среднесрочном заработке а кому-то 1000 процентов уже не профит да на что люди надеются когда входят крипто рынок вообще непонятно вы научитесь хотя бы не терять свои деньги на фьючах даже в долгосрочных инвестициях это делать сложно поэтому по воскресеньям я и выкладываю ролики о том каким способом инвестировать во время медвежьего цикла чтобы ваш пенел меньше всего пострадал в отличие от тех кто закупается бездумно кстати вчера выходил ролик поэтому если хочешь можешь перейти по подсказке и так сказать изучить материал такие новости были за прошлую неделю если понравилось либо чем-то помог обязательно прояви активность лайк подписка комментарий а также включая колокольчик чтобы не пропускать ежедневную рубрику ролики выходят каждый день в одно и то же время а также подключайся на мой абсолютно бесплатный для всех telegram канал там есть открытый чат и каждый день мы общаемся на интересующие нас темы но самое главное прочти правила сообщества случае нарушения хотя бы одного пункта бан прилетает незамедлительно но у меня на сегодня все дорогие друзья встретимся завтра